Здоровья, мой позывный химик, я командир подраздела ударно-повитренной розвитки SkyWords. Хочу подякувать Александру Беспавлену и его команде за предоставленную плату инициации, которую мы постоянно используем на FPV-дронах. Привет, услышал. С вашей стороны. Я всегда приветствую собеседников. Могу просто сразу переключать, если сильное эхо слышу. Тогда сразу переключаю. А иногда это просто я говорю приветствую вас, слышу эхо, ну и переключаю. Я вас понял. Я из города Иркутска. А вы откуда? Харьковчанин. Сейчас я уже несколько месяцев в Донецкой области. Вы в Донецкой области. Еще раз. Я говорю, вы в Донецкой области. Да, я нахожусь сейчас в Донецкой области. А где конкретно вы в Донецкой области можете находиться? Где конкретно? Ну, не очень далеко от города Донецка. На Донецком направлении. А вы уже по полям бегаете и где-то там установилися наверняка. Тут установили аппаратуру и оттуда вещаете, да? Старлинк воинская часть. А, Старлинк, да, да, да. Старлинк, правильно. У нас в воинских частях для интернета, для связи используются Старлинки. Вот Старлинк, замечательные волонтеры подогнали нам Старлинк. Неужели украинская армия так низко пала, когда таких, как вы, призывают в армию? Что значит низко пали? Я замечательный специалист по радиоэлектронике. В чем же что-то? Что значит низко пало? А, специалист по радиоэлектронике? Ну, конечно. Ну, если вам не трудно координаты, тогда может скинуть? Может быть, в следующий раз. А, ну. А вдруг? 47-я бригада рота БПЛА 47-я бригада. Понятно. Там, а фреквенция Волги, вы знаете, да, там, чтобы обратиться в случай. Ну, а вдруг понадобится вас? Уж лучше вы к нам. Мы к вам уже находимся? Ну, да. И наша рота БПЛА замечательно работает по вам, находящимся. Донецкие области, Херсонские и Запорожские. Потому что по Конституции Россия это территория Российской Федерации. Насрать я не подчиняюсь вашей Конституции. А без таких выражений они обходятся разговоры? Я просто говорю, что мне совершенно накакать на Российскую Конституцию. Да. Очередной... Очередной фрик. Я не сомневаюсь, что, так сказать, вы скатитесь до личности. Я не сомневаюсь, что... Не важно. То, что услышали. И все-таки, какой вопрос у вас есть, возможно? К вам нету. Может быть, у вас что-то еще. Ну, вы уже все рассказали, так что, можно сказать, неинтересно с вами общаться. У меня нет для вас ни вопроса, ни темы, ничего. Тогда удачи вам. Волгу все-таки не забивайте, фреквенцию. Тем более, если вы разбираетесь в радиоэлектронике, нам такие кадры будут нужны. Я и так для вас стараюсь, для вас работаю. Что вам не нравится? Наши замечательные дроны несут добро, счастье вам, в том числе. Вашим военным, вашей бронетехнике. Не смешите меня. Посмотрите, в последних недель, сколько хаймерсов ушло ваших. Это самое, не смотрю. А вот сколько вашей бронетехники уничтожено нашими дронами? Сколько личного состава? Вот это подтверждение, как-то я не вижу. А я иначе слежу постоянно за вашим каналом. Не в смысле вашим, конкретно вашим, я имею в виду украинским каналом. Нет, если вы за моим каналом следите, крайнее видео, как раз про уничтожение вашей бронетехники. Потому что YouTube заблокирует, если мы покажем уничтожение вашей временной живой силы. В основном у Telegram слежу за вашим каналом. Это Telegram-канал нашей роты БПЛА. Регулярно только наши видео, только наше уничтожение. Мы не берем ничьи другие видео, нам своих очень хватает. Это еще только то... Подождите, зачем вы меня сейчас перебиваете? Это... Дайте я хотя бы фразу закончу. Это только то, что мы можем публиковать то, что нам разрешают. На самом деле, подтверждение сейчас... Добиться того, чтобы признание уничтожения техники личного состава без видео, это невозможно. Ну, как-то так. Я вас услышал. Не пробивал вас. Ну, извините, если я, конечно, пробил вас. Ну, бывает. Так что, будем заканчивать? Я вас поправил, все в порядке. Будем заканчивать тогда. Как вам угодно, пожалуйста. Давайте, чтобы не скатились все-таки ниже, чем уже находимся. А зачем? Я, например, очень добрый человек. Что говорите? Я очень добрый человек. Зачем же? Куда же? Так сказать, вы зря думаете, что я куда-то там скачусь. Ну, вылетело у вас пару фраз, так что... Бывают ситуации, когда люди не могут держать себя в руках. А раз у вас уже на... Сначала разговора начинали вылетать какие-то фразы. Неоднозначные. Приведите пример. Ну, уже забыл. А, вы уже забыли. В течение разговора. Ну, забыли, значит... Ну, я вас предупредил, если помните, какое слово было, я сейчас не помню. А, я сказал накакать на российскую конституцию. Ну, да, да, да. Обратите внимание, к вам лично это не оскорбление лично вас, а это констатация факта, что мне на конституцию, ну, агрессор-оккупантов совершено накакать. Да, вот, на конституцию страны, которой я принадлежу, это я воспринимаю на свой личный счет. Так что, это достаточно. Ну, а то, что ваша страна оккупанты, агрессоры, убийцы, это как? Вы воспринимаете на свой счет? Это с вашей точки зрения. Ну, это факт. Какой факт? А, который вы отрицаете. Взаимопомощи находится наша армия на территории Украины. Со двух, договор взаимопомощи двух независимых государств, которые обратились в Российскую Федерацию. Это факт. Взаимопомощь? То, что и воспринимаете как факт, это уже ваш... Взаимопомощь с уничтожением городов Донбасса. В частности, Донецкой области. В СНИСе. Уничтожение под ноль. Если бы вы не обманялись... Вы подождите, ну подождите, дайте я хоть фразу... Что же вы сразу перебивать-то начинаете? Нет, потому что вы сейчас будете 15 минут разговаривать. Нет, не буду я. Обратите внимание, во время нашего общения ни разу длительный монолог не делал. У вас так нету такого примера. Я просто хотел закончить. Вы наоборот затягиваете, когда перебиваете меня. Давайте, давайте. Я же говорю, Российская Федерация уничтожает города, уничтожает просто полностью... Можно привести пример таких городов на территории прежде всего Донецкой области. Замечательная помощь, так сказать, Донбассу. Просто великолепная. Могу я сейчас продолжить ответить хотя бы на... Ну, это факт. Комментарь ставить на вот этот ваш комментарий. Ну, я понимаю, что вы будете оправдывать эту мерзость. Нет, 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 нет. Я совсем другой. Я сам родом из Югославии. Вы сами знаете, что у нас была война 10 лет. Я бы хотел, чтобы вы привели пример города в Югославии, который уничтожен, как, ну, например, Артемовск, Бахмут, Мариополь, который уже, ну, обостраивается. Ну, без разницы, был уничтожен. А знаете, почему в Югославии нет таких городов? Потому что, когда война была у нас, во-первых, мы встречали условных врагов, потому что мы один народ, мы были там, и эта война, это уже не будем об этом разговаривать. Встречали их перед городами, и нас также встречали перед городами. А именно потому, чтобы сохранить население в городах, и чтобы не уничтожать друг другу города. А то, что вы выбрали города как оборонительное место, как укрепрайоны, это уже вы задаете себе вопрос, почему все эти города уничтожены. Так что, надеюсь, что ответил на ваш вопрос, почему все уничтожены некоторые города в Донецкой и Луганской области. Наглядно. Я хотел бы вам сказать, что когда НАТО проводило спецоперацию в отношении Югославии вашей, НАТО не уничтожило полностью ни одного города. Даже близко такого не было, как действия российской армии, конечно же. Да. НАТО, если уже интересуете себя Югославией, вы даже знаете, что основные цели НАТО были водопроводные узлы, канализационные узлы, нефтепреработающие базы, электростанции, масти, само собой военные цели, свои казармы, свои взлетно-посадочные полосы, свои пункты. Ну, правда, у нас не было, как такое, как называется, противовоздушной обороны. Там были, может быть, четыре ракеты С-200 и две рогатки, ну, с хорошей резиной, чтобы оборонять нападение своих. Ну, к сожалению, они не хотели заходить со сухопутным войском на территорию Югославии, ну, разобрались. Так что, вот это, что они оставили города, миллионники, без электрики, без воды и без канализации, я не знаю, как бы это назвал. А то, что со радиотелевидение в Белграду, и тоже, это, знаете, наверняка, тоже разбомбили и погибли люди там. В Черногории тоже погибли люди в Плевьях, в городе Плевьях. Так что, не совсем так. Ну, как они это называют, сопутствующие потери. Ну, надо, да, и один раз попали на мост, где был поезд. Ну, я не говорю, что они целенаправленно это делали, да, бывают случайности. Я не могу обвинять, что они прямо хотели каких-то гражданских убивать. Никто не убивает целенаправленно гражданских. Ну, бывает, бывает, всякие бывают. Вот видите, какая разница между Российской Федерацией и НАТО? Российская Федерация, проводя свою спецоперацию, уничтожает города. Градами обстреливали северные окраины города Харькова, уничтожая спальные районы. Градами... Какие спальные районы? Подождите, я договорю, я ждал вам... Нет, 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 я вам не дам. Я ждал вам сказать... Потому что это дезинформация, что находили против... Ваши противоракетные установки находились в черте города. Это уже зафиксировано на камерах. Из градов по противоракетным установкам в черте города, когда град не может прицелиться, а стреляли по площадям, по спальным районам... По площадям, как и США, что по Бельгороду стреляют. Имеют это в виду. Вот. По Харькову... Именно прям цивильного. По Харькову Российская Федерация с первых дней войны чрезвычайно жестокие обстрелы, грады, смерчи, которые, так сказать, кассетными боеприпасами работали. Это то, чему я свидетель. И авиационные бомбы. Такого близко не было, когда НАТО проводило спецоперацию в Югославии. Никакие спальные районы, вот такими массированными обстрелами, даже близко ничего не было. НАТО не уничтожило ни одного города. Если бы у нас была противовоздушная оборона, и мы ее дислоцировали у черта города, конечно, они бы были по этим целям. А то, чтобы тоже попадали в какие-то, возможно, гражданские цели, это тоже не исключено. Но так как у нас не было противовоздушной обороны, как у вас, например, снабжает свою Европу, нас никто не... Даже Россия в это время за время Ельцина не постаралась хотя бы из 300 пары батарей прибросить в Югославию. А были прогоны, были. Так что это несравнимые вещи. Так я же говорю, что... То есть Российская Федерация своими самолетами кидала просто по жилым домам, по жилым кварталам неуправляемые авиационные бомбы. Это не про дар. Это правда, потому что я... У жилых кварталов находились ваши установки противовоздушной обороны. Прямо между домами. Вы хотите сказать... Это зафиксировано. Это зафиксировано. Так я же говорю, что авиационными бомбами, неуправляемыми, которыми невозможно прицелиться, просто кидали по жилым домам. А где вы это увидели, неуправляемые авиационные бомбы, которые использовала Российская армия? В первые дни войны, в первые месяцы войны. В первые дни войны. По району, ну, например, по району Новая Бавария. Проспект Новобаварский, 95, прямо перед домом бомбардировщик Су-34, очевидно, кинул бомбу. Ну и дом 6, герои в Украине там тоже... Что-что? Улица... Ну, дом 6, на улице героя в Украине тоже, да. Дом 6, это что? Это вы, так сказать, это факт, да? Ну, улица космонавтов. Не показываете, какие-то улицы, называете какие-то... Ну, конечно, я вам говорю факты, которые знают харьковчане. Причем там не было никаких установок ПВО, но, так сказать, вы повторяете Россию... Зачем вы меня сейчас перебиваете? Подождите, это что? У вас такая слабость позиции, что надо меня перебить? Нет, это не слабость позиции, но просто вас трудно очень слушать, потому что вы говорите неправду. Откуда, почему вы... Я старался говорить правду. Да-да-да, вы старались говорить правду, почему вы знаете... Я вас еще раз говорю. Если бы это был какой-то, который подтвержден, как это международная организация, или где-то появилось это, ну, можно разговаривать. А так... Подождите, какие у вас есть факты, что я лгу? Какие факты? Потому что нигде такого подтверждения я не видел. В этом, о чем вы рассказывали. А за вот это время, скорее всего, появился ход какой-то... Еще раз, чье это должно быть подтверждение? Чье это должно быть подтверждение? Какое-то подтверждение должно быть? Ну, какое-то подтверждение, чье это должно быть подтверждение? Какое-то видеодоказательство, или какое-то расследование, что именно это не ваша ракета против воздушной обороны попала в жилой дом, но что именно российская ракета, или... Нероссийская ракета, я прежде всего говорю о том, что самолет летал и кидал бомбы, и потом в Харьков, я видел, как заехала колонна ПВО, часть этих самолетов, несколько Су-34, была сбита, летчик попал в плен, и после этого самолеты прекратили, российские самолеты, летать над Харьковом и кидать неуправляемые бомбы. А обстрелы из градов продолжились, прежде всего, по северным районам города Харьков, туда постоянно привозили, туда постоянно привозили в том числе иностранцев, иностранных деятелей, и показывали, и показывали, и что у вас какая-то методичка, я вас услышал, я понял, что вы хотите сказать. Ну, 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 и что вы на это скажете? Скажите мне, пожалуйста, мне интересует одна вещь, вы постоянно упоминяете то ракеты, то авиационные бомбы, я как-то, во-первых, что касается ракет, разве вы не думаете, что ракета, которая стоит миллионы долларов? Ракеты Града стоят миллионы долларов, чтобы вы жёте. На какой-то гражданский цель. Подождите, ещё раз, разве ракеты Града, про которые я говорил, и кассетные заряды со СМЕРЧА, ну вы же лжёте. Я же говорил вам про неуправляемые бомбы и про ракеты Града и СМЕРЧА. Я не закончил, я хотел упоминять именно вот эти ваши Грады и ваши неуправляемые бомбы. Это, во-первых, что касается ракеты, а во-вторых, про вот эти бомбы, которые вы говорите, как вы думаете, Российская Федерация бомбила бы гражданские цели, чтобы настраивать украинский народ против себя? Вы слушаете, о чём вы говорите? Значит, Российская армия целенаправленно уничтожает украинский народ, чтобы из этого народа получить врагов от людей, на которых они именно и рассчитывают. Именно, это же именно такой факт. А, именно, значит, мы до такой степени смотупи, что, значит, таким образом пытаемся решить этот вопрос. Ну, вы смешно выглядите, и ваша теория вообще смешная. Это не теория, это факты. Это факт, удары градами по городу Харькову, градами по жилым кварталам. Потому что украинский народ, они считают, как братский народ. Ну, это братские были грады, братские кассеты. И я вам никогда не поверю, что кто-то целенаправленно уничтожал цивильные цели. Скажите, а разве можно, как бы, нецеленаправленно стрелять градами по жилым кварталам? Или нецеленаправленно кидать бомбы? Это опыт с ваших слов. Извините, я должен сказать, что кто-то стрелял градами, это все-таки с ваших слов. Ну, подождите, но ведь мы же, харьковчане, все же об этом знаем. Вы понимаете, как вы выглядите в наших глазах? Вы, может быть, как бы на американцев работаете. Так именно выглядит в ваших глазах, потому что вы целенаправленно несете дезинформацию здесь, у Чатурлетки. И стараетесь дезинформировать вопросов ваших зрителей, потому что русских зрителей вы не можете дезинформировать. Но, скорее всего, у вас в Чатурлетке кто-то сидит, и вы стараетесь им донести эту квази-истину, чтобы как-то их убедить. Харьковчан убедить в том, что их градами не обстреливали, хотя они знают, что не обстреливали. Я понял, я понял. Да, неприятная тема для вас, конечно. Какая неприятная тема? Вообще неприятная тема, но смешно об этом разговаривать. Это может быть вашей аудиторией. Я не знаю, Белграда. И вам кто-то, вот и этот житель Белграда рассказывает, ну там, про, ну я не знаю, удары по мостам, по каким-то объектам в Белграде. И кто-то сидит и пытается сказать, что этого не было, что это ложь и так далее. Как вы думаете, какое отношение у жителей Белграда будет к этому человеку? Видите, сами жители Харькова, как вы называете жители Харькова, сами выкладывали ролики, где находятся ваши грады и ваши установки у черта города. Так что тут, если уж про жителей Харькова, я бы как-то не заикался сильно. Потому что именно с вашей стороны никто из россиян приходил там и не снимал вот эти установки, которые находились между домами. Понимаете? Это Харьковцы тоже снимали. А, покажите мне это видео. Что вам показать? Ну, если вы из-за вот этой... Ну, покажите. Вы можете показать эти видео? Я видел как минимум десятки таких видео. А сейчас из-за вас я искал эту уже информацию. А, ну понятно, да. А, да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Из-за этого неизбирательным оружием... Неизбирательным оружием? Ну да-да-да, ну грады, это же, конечно, избирательное оружие. Кассетные смерчи, когда на асфальте остаются очень характерные следы от кассетных смерчей, это же, конечно, не из этой же избирательной высокоточной. У нас в Харькове есть место, куда свозились и свозятся именно кассеты с кассетных боеприпасов. Там целое большое место, где чрезвычайно большое количество и вот этих кассет от кассетных боеприпасов и остатки гранов и так далее. Что бывает утром, когда вас просыпает мат или жена? Это ваше снововидение так и остается? Я не понимаю этот набор слов. Я говорю, вот это что вы говорите, это возможно где-то у сну у вас бывает, потому говорю, это остается, когда вас жена или мат просыпает утром, то, что вам приснилось, и вам это остается тоже в течение дня? И вы это рассказываете как... Друзья, нам это приснилось, оказывается. Ну, я как бы с подлецами уже все понятно. Потому что Россия целина...